Аверхин Юрий Алексеевич является индивидуальным предпринимателем и проживает в городе Саратове с 1993 года. В настоящее время он хочет обратиться к генеральному прокурору России Краснову Игорю Викторовичу и председателю Следственного комитета страны Бастрикину Александру Ивановичу. В его собственности на сегодняшний день имеется база отдыха Малиновка, которая находится в городе Энгельсе. В рамках развития внутреннего туризма им и его коллегами в настоящее время совершенствуются условия отдыха для гостей турбазы Малиновка. Их деятельность строится непосредственно в соответствии с законодательством страны и ориентируется на государственные основы. Хотим подчеркнуть, что на сегодняшний день на базе Малиновка бесплатно размещаются семьи, участники СВО, поскольку мы всецело поддерживаем их, непосредственно, а также их семей и близких наших бойцов. Все социальные начинания и развитие бизнеса сейчас поставлены под угрозу из-за действий прокурора города Энгельса Дмитрия Журавлева. Дмитрий Журавлев был назначен на должность прокурора города Энгельса в июне 2023 года. И именно с этого момента, по мнению индивидуального предпринимателя Аверкина, в отношении него и его бизнеса начались многочисленные проверки, которые не обоснованы по его мнению. Прокурор Журавлев, по мнению индивидуального предпринимателя, заручился поддержкой прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. От имени вымышленного лица, некоего Сулейменова, пишутся многочисленные письма, анонимные, в которых указывается на различные нарушения со стороны индивидуального предпринимателя. Именно клеветнические факты от вымышленного лица и были положены в основу искового заявления прокуратуры города Энгельса к нему как к собственнику базы Малиновка. Закон не предусматривает возможность применения мер прокурорского реагирования на основании анонимных писем. Однако прокурор Энгельса Дмитрий Журавлев считает иначе. Судя по иску, он намерен разрушить бизнес, а именно снести домики на территории базы Малиновка. В настоящий момент дело индивидуального предпринимателя поставлено под угрозу, а его бизнес по-другому просто кошмарит. Летом 2023 года от действующих сотрудников МВД по Саратовской области ему поступила информация о том, что прокурор Энгельса дал устные указания любым способом и по любой статье возбудить против него уголовное дело. Кроме того, в социальных сетях стали появляться клеветнические статьи о нем. Поэтому для привлечения к ответственности лиц, которые распространяют незаконную информацию, он написал заявление в следственный отдел по Волжскому району СУСК РЭ по Саратовской области. Позже через своих друзей Журавлев предложил индивидуальному предпринимателю приехать к нему в прокуратуру для личного разговора. Однако, поскольку у индивидуального предпринимателя не имелось никаких оснований для данного разговора, он отказался от встречи. На сегодняшний день индивидуальный предприниматель опасается, что может стать объектом провокации с целью незаконного уголовного преследования или вымогательства денежных средств. В настоящее время в суде города Энгельса рассматривается исковое заявление прокурора Энгельса. На одно из заседаний ранее приезжали СМИ, которые также отразили позицию юристов Малиновки, которые считают, что все, что происходит в настоящее время, является произволом. После выхода статьи прокурор Журавлев, как мы считаем, используя свое служебное положение, негласно дал указание одной из контролирующих структур организовать проверку в Малиновке для того, чтобы обнаружить любые нарушения. Президент России Владимир Владимирович Путин продлил мораторий на проверки бизнеса, однако в городе Энгельсе своя реальность. Понимая, что все надежды на справедливое разбирательство Энгельской Фемиды бессмысленны, 6 декабря 2023 года мы обратились в Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области. Однако, поскольку Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области поднадзорно прокуратуре Саратовской области, мы считаем, что искать правды нам не придется. Поэтому у нас не осталось выбора, кроме того, как обратиться к вам, уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович. Мы просим защитить нас и наши права от прокурорского давления. Мы просим отреагировать на обращение индивидуального предпринимателя и помочь ему, а также другим бизнесменам и предпринимателям Саратовской области, чтобы они могли жить в демократической стране во благо Родины и своих семей.